В эфире программа события недели и я журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На очередном заседании сессии парламента, которое состоялось 25 июня во вторник, народные избранники рассмотрели более 10 вопросов повестки дня. Парламентарии увеличили общие объемы доходов и расходов республиканского бюджета, утвердили кандидатуры судей в суды разных инстанций и наделили судебных исполнителей дополнительными полномочиями. Республиканский бюджет на 2019 год составит 8 млрд 111 млн рублей, по расходам 8 млрд 932 млн рублей. Сумма расходов республиканского бюджета будет увеличена на 1 млрд 166 млн рублей. Планируется увеличение расходов на содержание Минобороны, МЧС, ГСО, Минэкономики, Администрации президента, Абхазский республиканский союз ветеранов войны, труда и вооруженных сил и на Сухомский дом-интернат. Также парламент обратился к главе государства и генпрокуратуре с предложением завести уголовное дело на депутата Грузии Акаки Бабахидзе и закрыть границу по реке Янгур. Напомним, что депутат парламента Грузии Акаки Бабахидзе во время заседания сессии Межпарламентской ассамблеи православия выкрикнул с тревоны, что убивал в Абхазии и будет убивать. Озвучил предложение депутат Дмитрий Дбар. Его предложение было поддержано. 27 июня служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией из-за массовых протестов и акций провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. В СГБ проинформировали о том, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии. 28 июня президент Рауль Хаджимба провел совещание Совета безопасности по вопросам территориальной обороны, проинформировала пресс-секретарь главы государства Налавидзба. В ходе заседания министерствам и ведомствам были поставлены задачи по вопросам территориальной обороны, определены силы и средства для решения поставленных задач, в том числе по готовности важных государственных и военных объектов к ведению территориальной обороны и командно-штабных пунктов. Обоснованными действия абхазских властей, направленные на ужесточение режима пересечения государственной границы по реке Ингур. Партия ФНА считает, что каких бы различных взглядов и точек зрения на существующие внутри Абхазии проблемы не придерживались партии и общественной организации, консолидирующим фактором для них может стать отношение к непростой внешнеполитической ситуации. В этом вопросе считаем целесообразным выступить всем патриотическим силам совместным заявлениями и обращениями. Говорится в частности в заявлении партии ФНА. 26 июня в Центральной избирательной комиссии Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. Первыми, кто зарегистрировал инициативную группу по выдвижению депутата парламента Алмаса Джапуа кандидатом в президенты на выборах и главы государства, стали представители общественной организации «Общее дело». Кроме того, в течение дня была также зарегистрирована Республиканская политическая партия Акзаара, которая выдвигает кандидатом в президенты своего руководителя Леонида Дзябшба. Как отметил председатель ЦИК Абхазии Тамас Гоги, Центральная избирательная комиссия готова к выполнению всех мероприятий для организованного проведения выборов. В соответствии с принятым календарным планом, дата регистрации инициативной группы политических партий начинается с сегодняшнего 26 июня по 15 июля. Процесс начался, Центральная избирательная комиссия к данному процессу готова полностью. Рабочий режим времени до 6 установлено, но с момента начала регистрации ЦИК, сам аппарат может работать в неограниченном режиме. Мы в случае необходимости задерживаемся и допоздна. Еще одна инициативная группа по выдвижению общественного деятеля Астамура Кокалия кандидатом в президенты на выборах главы государства зарегистрирована Центральная избирательная комиссия 27 июня. 28 июня в Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг, на котором председатель Тамас Гоги рассказал о работе ЦИК. Журналистам также были показаны новые избирательные урны, которые представляют собой сборно-разборные конструкции, выполненные из пластика и металла. Новые урны отличаются более высоким качеством. Всего таких урн приобретено 160 комплектов. 28 июня Центральной избирательной комиссией зарегистрированы еще две инициативные группы по выдвижению Астамура Тарба и Астамура Отерба кандидатами в президенты на выборах главы государства. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрированы четыре инициативные группы и одна политическая партия по выдвижению кандидатов в президенты. Согласно закону Республики Абхазия о выборах президента, теперь инициативные группы должны предоставить в ЦИК необходимые документы, после изучения которых членами избирательной комиссии и будет приниматься решение о регистрации самих кандидатов в президенты. На сегодняшний день зарегистрировано, я могу озвучить вам, это по выдвижению кандидата в президенты Джобу Алмаза Сирьяновича, а также в тот же день, 26-го, это политическая партия Акзара зарегистрировалась. 27 июня 2019 Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты Какали Астамура Валерьевич. 28-го, то есть сегодня, Центральной избирательной комиссии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты Тарба Астамура Борисовича. И вот прямо сейчас идет процесс регистрации очередной инициативной группы. Работаем, значит, вы знаете, период регистрации продолжается с 26 по 15 июля, вот период регистрации инициативных групп. Вот с этого момента каждая из инициативных групп, значит, регистрацию уже непосредственно кандидатов мы завершаем. Регистрацию это за 30 дней до дня голосования. За 30 дней, то есть 25 июля мы должны завершить регистрацию непосредственно уже выдвинутых кандидатов. Все банки и участники национальной платежной системы АПРО подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты МИР в своей терминальной сети, сообщается на официальном сайте Банка Абхазии. Держателям карт МИР доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в посттерминалах, установленных в торговых точках республики. Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт АПРО на территории присутствия российской национальной платежной системы МИР. Национальному банку Абхазии будет предоставлен бюджетный кредит в размере 500 миллионов рублей. Такое решение приняли члены правительства на заседании Кабинета министров, которое состоялось 28 июня. Всего было рассмотрено более 10 вопросов повестки дня. Среди них о создании рабочей группы по подготовке проекта закона в сфере нормативно-правового регулирования, возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков, положения по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка, а также проекты постановлений о порядке использования средств Резервного фонда местных органов госуправления, который создан для финансирования непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. О том, как восприняли это новшество главы районов, мы узнали непосредственно после заседания Кабмина. Данное решение очень прогрессивное. Следующая проверка контрольной палаты, она не будет учитываться как нарушение, потому что в соответствии с законным предприятием постановления мы его давно ждали. Что касается лиц, которые проживают с видом на жительство и которым мы можем из Резервного фонда оказывать материальную помощь, это наши жители, которым мы и до этого оказывали материальную помощь, ничего в этом плане не изменилось, просто это стало приобретать законные формы и в соответствии с законодательством наших жителей с видом на жительство. На нашем районе на сегодняшний день получивших вид на жительство более 7 тысяч, еще более 2,5 тысячи готовых документов находятся в паспортном спорте Легарского района. Мы ожидаем, что по окончании документации в конце года и в первом, втором квартале следующего года таких лиц может быть более 16-17 тысяч, потому что 98% проживающих на территории Легарского района это граждане иностранного государства. Но это наши жители и они также получают в соответствии с пенсионным законодательством пенсии, которые выплачиваются, что и гражданам республики получают социальные пособия. И это, в общем, ложится в политику интеграции жителей восточных районов, вообще абхазское экономическое и политическое пространство, потому что мы не оказываем им социальную поддержку, говорит об их интеграции, не приходится. Грузия тоже в свою очередь борется за каждого человека. Вы знаете, что они им выплачивают пенсии, как своим гражданам, несмотря на то, что они постоянно на их территории не проживают, но уже считают свои территории, все эти политические, подводные, нюансовые, вы это понимаете. Так что то, что было сегодня решение принято, это благодворность скажется и не только на жителей Легарского района, но и вообще всей Абхазии, и те люди, которые живут там с видом на жительство в других районах страны. Также мы можем законно в случае необходимости оказывать им финансовую помощь. Но я вам хочу сказать, что, к сожалению, сам размер этой помощи у нас очень незначительный бюджет. Предусмотрено в этом году всего около 2 миллионов резервного фонда на все. И основной статьей расходов является именно оказание материальной помощи. Вот на сегодняшний день около миллиона мы именно на эти цели уже и потратили за полугодие. Если у нас будет выполнен план за полугодие, то мы будем поднимать резервный фонд. Но самое главное, что я опять хочу повторять, что это уже вся эта помощь, она имеет уже характер того, что это в рамках закона, это в соответствии с законодательством, это постановление Кабинета министров мы ждали с 2014 года, наконец-то получили. И теперь в случае проверок прокуратуры или других контролирующих органов, это будет не записано в нарушении. Это нас радует. В основном все категории расходов, которые мы ведем по резервному фонду, они там предусмотрены. Была хорошая подготовка. С проектом этого постановления к нам обращались. Мы, каждый выносил свое видение в этом вопросе, там подготовка была нормальная, хотя и задержали долго, но в конце концов были учтены все наши мнения Кабинетом министров. Мы за это благодарны всем, кто этим занимался. Все критерии присутствуют, это и материальная помощь, остро нуждающимся в этом. Это погорельцы, у которых, к сожалению, не так редки всякие пожары. Это люди, которые болеют, имеют третью, четвертую степень раковых заболеваний и так далее. Это инвалиды, многодетные семьи, которые нуждаются в этой помощи. Это все люди, которые проживают у нас. Каждый из них, если это касается жителей сельских местностей, они сперва обращаются к главам районов, главы район подверждают. То есть главы сел обращаются, главы сел подверждают, что да, на самом деле, я же не могу знать, сидя в районе, какое финансовое положение у того или иного жителя села Гагида или Баргеп. За это идет процедура, что они обращаются сперва. Если глава администрации хододайствует села перед главой района, что да, на самом деле такая вот, то мы выделяем. Если это касается каких-то крупных сумм, то мы обращаемся к районному собранию с просьбой удовердить эту сумму. Но крупная сумма у нас была самая большая, помощь 60 тысяч. В общем, мы выделяем 3 тысячи на покупку лекарств, 4-5 тысяч. Средняя цифра где-то до 10 тысяч рублей. Это не такие, но реально мы зато, это та вот конкретная помощь, которую мы можем оказать. И люди нам очень часто благодарны, даже за те небольшие суммы, которые мы выдаем, потому что, когда нечем купить лекарства детям, такая помощь очень, естественно, поддержка для них. Мы потом также стараемся не выдавать эту помощь одному и тех же человеку больше одного раза в год. То есть мы это все вещи регулировали, но у нас не хватало вот этого вот в соответствии с законом о бюджетном регулировании, то вот это решение кабинета министров, который всю эту нашу деятельность теперь легализует и не считается нарушением, потому что уже есть положение о расходовании резервного фонда главы администрации всех районов. На сегодняшнем заседании кабинета министров утвержден порядок использования средств резервного фонда местных органов государственного управления. В него вошли 8 пунктов. В принципе, мы и придерживались этому порядку. Единственное, сейчас добавилось оказание материальной помощи нуждающимся. И этот порядок был согласован заранее с нами, мы, в принципе, были с этим согласны. И сегодня этот порядок утвержден. Что касается Откорчалского района, у нас на расходование именно по этой статье заложено всего лишь 2,5 миллиона. Это небольшие средства, которые мы направляем на ликвидацию стихийных бедствий, каких-то непредвиденных ситуаций. В целом мы согласны с этим порядком. И будем работать теперь уже, нужно сказать, на законном основании, если какие-то проверяющие органы будут, естественно, смотреть за расходованием этих средств, то у нас уже есть основания, на которые мы опираемся. В Гарском, Откорчалском и некоторых селах Ахачемчирского района, как вам известно, проживают люди, коренные жители этих сел с грузинским гражданством, которым сегодня выдается вид на жительство. В связи с тем, что они коренные жители, и бывает, что они тоже к нам обращаются за материальной помощью, мы, главы администрации трех районов, мы попросили, чтобы нам разрешили оказывать помощь. И это категория людей, то есть с видом на жительство. А много у вас таких случаев было? Нет, это единичные случаи. Мало кто обращается из сел за материальной помощью, но случаи есть, конечно. В чем заключается новый порядок расходования средств из резервного фонда местных бюджетов? И какого эффекта ожидают от внедрения данного режима расходования средств? Мы обсудим с вице-премьером, министром финансов Абхазии Джансухом Нанбе. Здравствуйте, Джансух Эдуардович. Здравствуйте. Кабмин Абхазии на своем последнем заседании упорядочил расходы из резервного фонда местных бюджетов. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность нового порядка расходования и для чего вообще принималось такое решение? Вчера на заседании Кабинета министров был утверден порядок по расходованию средств резервного фонда местного бюджета. Все это происходит в соответствии с законом об основном бюджетного устройства и бюджетного процесса, а именно статья 42, которая дает право местным органам иметь свой резервный фонд. Но в этой же статье определяется требование по утверждению порядка по расходованию Кабинета министров, что вчера и было сделано. Данный порядок необходим для, в первую очередь, для системализации и эффективного использования бюджетных средств местных бюджетов. Ведь местные бюджеты, они тоже обладают бюджетным иммунитетом, они в какой-то степени являются самостоятельными и имеют право в той или иной степени принимать определенные решения для решения задач, которые перед ними появляются. Если мы говорим о данном порядке, то основные особенности данного порядка заключаются в том, что в условиях действующего законодательства резервный фонд местного бюджета не может превышать 3% общего объема расходов местного бюджета, утвержденного решением о бюджете. Далее, решение о выделении средств из резервного фонда местного бюджета принимается главой администрации. Также в этом порядке определены основные направления и условия расходования этих средств. В первую очередь, средства могут быть направлены на решение неотложных задач, связанных с аварийно-спасательными операциями, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Также в рамках данного порядка может оказываться материальная помощь. Все эти решения принимаются в виде распоряжения главы администрации. Далее, за расходованием средств, безусловно, должен быть жесткий контроль. Все обращения на получение финансирования из резервного фонда, они должны быть обязательно обеспечены соответствующими и финансовыми документами, и правовыми документами. Что это такое? То есть, если человек обращается с той или иной проблемой к главе администрации, он должен подкрепить свое заявление соответствующими медицинскими документами. Если речь идет о материальной помощи в целях улучшения жилищных условий, то есть, это должны быть соответствующие исправки и так далее. Далее, в соответствии с данным порядком, в течение месяца после получения средств из резервного фонда, получатель должен отчитаться о расходовании этих средств. Нецелевое расходование средств резервного фонда не допускается. Это является грубейшим нарушением и влечет за собой ответственность, установленную нашим законодательством. Отчетность сдается в финансовые оконы, так как они являются местными органами государственного управления, отвечающие за реализацию бюджета. Но здесь также предусматривается и отчетность перед местными собраниями. То есть, глава администрации по истечению соответствующего периода должен будет представлять отчет в местные собрания и, соответственно, отчитываться, как и куда он потратил эти деньги. И самое главное, насколько эффективен. А что раньше с собой представляли резервные фонды местных бюджетов? На самом деле, резервные фонды раньше носили такой условный характер. Это были средства, запланированные в местном бюджете и тратились в случае возникновения тех или иных проблем. Но это не носило такой системный характер. И самое главное, не было правовых оснований для расходования этих средств. Вчера этот вопрос удалось решить. Наконец-то порядок принят. Порядок согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Аппарат Кабинета Министров, который выступал инициатором данного проекта, согласовал этот проект. В первую очередь, с Минфином, с Министерством экономики, с рядом других министерств и ведомств. И самое главное, хорошая, на мой взгляд, качественная работа была проведена с самими районами. Потому что данный документ, в первую очередь, инструкция, так скажем, для них. И вчера на заседании все главы, в принципе, достаточно положительно высказались. И они рады, что у них теперь есть регламентированный, так скажем, порядок, который им позволит, в соответствии с действующим законодательством, расходовать эти деньги. Речь идет о 3% от местного бюджета на текущий год. Только расходов. И как вы думаете, эта сумма будет достаточна для тех целей, о которых вы говорили? Для справедливости нужно сказать, что учитывая небольшие размеры наших местных бюджетов, соответственно, и резервные фонды у них будут достаточно скудными. Но в любом случае, пусть это будет 2 миллиона, 3 миллиона, для определенного района это тоже достаточно хорошие деньги для решения экстренно возникающих проблем и задач. Резервный фонд ограничен, он не может превысить 3% от общего объема расходов местного бюджета. О чем идет речь? Вы знаете, что бюджетная система работает в соответствии с принятыми решениями о бюджетах. Если говорить о местном уровне, каждый год принимается бюджет, по которому живет и существует тот или иной район. В этом бюджете предусмотрена доходная часть и расходная часть. И вот резервный фонд местного бюджета не может превысить 3% от общего объема расходов. Вы как-то общались с главами районов, с представителями местных властей об этом нововведении, который принял закон о упорядочении расходов из резервного фонда местного бюджета. Каковы были их оценки? Как они восприняли? То есть они сразу положительно восприняли или подумали, как это отразится на эффективности расходования средств в районе? В целом идея была принята достаточно положительно, потому что появляется документ, в рамках которого можно работать, и потом у контролирующих органов не будет возникать вопросов, был ли осуществлен тот или иной расход правомерно или неправомерно. Да, безусловно, были ряд предложений от глав администрации, так как они находятся на местах, и проблемы, с которыми сталкиваются они в районах, им лучше видны и известны, чем центральным органам, скажем так, государственного управления. Ряд предложений глав администрации были приняты. Это, допустим, восьмой пункт, который гласит, что средства могут направляться на оказание единовременной материальной помощи гражданам Республики Абхазии, прописанным на соответствующие административные территориальные единицы. Есть отличие. Если сравнивать с порядком расходования резервного фонда кабинета министров правительства, тот порядок не предусматривает возможности оказания материальной помощи гражданам. То есть в данном случае у глав администрации будет возможность, условно, в случае, если помощь реально требуется и человек нуждается в этой помощи, оказывать ее не только гражданам, но и людям, прописанным на соответствующей территории. То есть это люди, которые обладают видом на жительство. Важное замечание, то, что, оказывается, материальную помощь можно получить только из местного, но не республиканского бюджета. В рамках данного порядка, да? Как вы думаете, вот если вы оцениваете как человек-прагматик, да, человек, который имеет дело с финансами, насколько вот этот новый порядок способен, скажем так, оградить от недобросовестного или неэффективного расходования средств из резервного фонда местных бюджетов? Ну, стопроцентного, так скажем, то есть это не панацея, да, всегда существует человеческий фактор. Но в случае, когда отсутствуют какие-либо нормы, которым нужно следовать и в рамках которых действовать, как говорится, иногда по незнанию и главы районов, и специалисты, которые занимаются этим, могут допустить, даже не осознавая того, грубые нарушения бюджетного законодательства. В данном случае, учитывая, что порядок предусматривает и процедуру выдачи, и направление условий выдачи, и процесс, по которому должны отчитываться получатели средств, мы можем с уверенностью сказать, что эффективность расходования средств из местных фондов, она в разы повысится. Спасибо. Я чуть-чуть хочу поменять тему, почему чуть-чуть, потому что все равно она будет касаться денег, в частности, заработные платы для бюджетников. У нас были жалобы, люди не получали зарплаты в том же Гудаутском районе, бюджетники, учителя. Вот почему сложилась такая ситуация, могли бы вы объяснить? Совершенно верно. Вы заметили, в текущем финансовом году, в прошлом месяце, были зафиксированы факты возникновения задолженности у местных бюджетов, это у нас Гагарский район и Гудаутский район, по выдаче заработной оплаты бюджетникам. В целях решения сложившейся ситуации, было создано совещание экстренного президента, на котором присутствовали все заинтересованные руководители. Было принято решение о дополнительном финансировании данных районов в целях погашения возникшей задолженности. Хотел бы обратить внимание, что по республиканскому бюджету задолженности по заработной оплате в текущем году у нас не возникало. Всю зарплату в полном объеме в установленные сроки мы выплачиваем. Но та ситуация, о которой мы с вами сейчас говорим, она тоже была оперативно рассмотрена и решена. И Гудаутский район, и Гагарский район оперативно получили дополнительное финансирование с опережением немного в рамках дотации, которая у них была запланирована в республиканском бюджете, которая им позволила вот в этот период, так скажем, сложно выйти из сложившейся ситуации. Если говорить о причинах, то причина здесь одна. Одна – это недопоступление собственных средств в местные бюджеты. Но учитывая, что данные районы у нас являются, так скажем, самыми курортными, в случае, если у нас будет очень хороший сезон, пока все к этому идет, слава богу, они выправят ситуацию и до конца года таких вопросов возникать не будет. А местные бюджеты будут возвращать эти деньги, которые они получили сейчас с опережением? Они получили их в рамках установленной в республиканском бюджете дотации. То есть, если мы условно каждый месяц выдавали одну двенадцатую, в этот раз мы им дали чуть-чуть больше. Но это значит, что в следующем месяце мы там дадим им чуть-чуть поменьше. И сейчас, вы знаете, у нас июль месяц, это пора отпусков для учителей. И нагрузка по заработной оплате сейчас чуть-чуть возрастает, как по республиканскому бюджету, так и по местным бюджетам. Но все это у нас заранее планируется. И в этом месяце, безусловно, дотации будут больше, чем, так скажем, в остальных месяцах текущего финансового бюджета. Люди уже получили зарплаты, которые были задержаны? Да. Я благодарю вас, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Удачи вам в работе. Спасибо. От вас много что зависит. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. В Абхазском государственном университете начался прием документов от абитуриентов, который продлится до 5 июля. Вступительные экзамены планируют начать 8 и завершить 21 июля. На выбор абитуриентов предлагается 8 факультетов и одно отделение искусства по 25 специальностям и двум программам по калавриат и специалитет. Также в этом году на филологическом факультете появился новый профиль теория перевода и межкультурная коммуникация с двумя секторами – русским и абхазским. Исходя из кадровых потребностей специалистов, по наиболее приоритетным направлениям подготовки и специальностям президентом страны утверждены контрольные цифры приема граждан на первый курс за счет средств республиканского бюджета на 2019-2020 учебный год. Общий объем контрольных цифр приема составил 312 мест, в том числе и по программам бакалавриата, и специалитета 303 места и 9 мест по программам магистратуры. В этом году мы впервые провели Олимпиаду школьников «Путь к вершинам», по результатам которой 69 победителей-призеров Олимпиады школьников «Путь к вершинам» были рекомендованы приемной комиссией к зачислению на первый курс по государственному заказу. Таким образом, из 312 мест, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 69 уже освоены победителями-призерами Олимпиады «Путь к вершинам», проводимой в Абхазском государственном университете. Оставшийся объем средств, финансируемых за счет республиканского бюджета, а это 243 места, будет освоен по результатам вступительных испытаний. В связи с выборами президента нашей страны приемной комиссией было принято решение об уплотнении графика проведения вступительных испытаний, которые мы начнем с 8 по 21 июля текущего года. Именно это обстоятельство должны учитывать абитуриенты, которые будут поступать в российские вузы самостоятельно. Еще одним новшеством этого года является внедрение новых принципов формирования целевого заказа. Мы подтверждаем, что рекомендации учителей, директоров школы, заведующих РАНО будут первичными для формирования целевого заказа. И еще на что мне хотелось бы обратить внимание особое абитуриентов, состоит в следующем. В этом году в Олимпиаде школьников, проводимой в Абхазском государственном университете, приняло участие 373 выпускника. Абитуриентов, принимавших участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам», но не набравших достаточно количества баллов, будут учитывать при приеме. Таким образом, само участие в Олимпиаде школьников «Путь к вершинам» становится своеобразным бонусом при приеме в университет. В этом году в Абхазии медалистами стали 7 человек. 28 июня в Абхазской государственной филармонии прошла торжественная церемония вручения медалей и аттестатов лучшим выпускникам, окончивших школу на медали и с отличным результатом. Позади веселые, незабываемые школьные годы. Пора детства. Впереди дорога во взрослую жизнь. Перед началом праздничного мероприятия в госфилармонии выпускники столичных школ возложили цветы в парке боевой славы. В этом году выпускниками 156 школ республики стали 1886 человек. Из них шестеро окончили школу с золотой медалью, один человек – серебряной. На отлично окончили школу 48 выпускников. Из них семеро в Сухуме, 15 отличников в Гудаутском районе, в Гагарском и в Галском районах по 8 человек, в Очемчирском – трое отличников. Торжественное вручение аттестатов и медалей лучшим выпускникам республики прошло в Абхазской государственной филармонии имени Гумба. Завершился учебный год, закончились выпускные экзамены. И сегодня мы чествуем в государственной филармонии Абхазии лучших выпускников республики Абхазия. Мы желаем нашим выпускникам удачи, радости, в добрый им путь. В том году у нас было 58 отличников, в этом году 48 отличников. В прошлом учебном году у нас было 2 медалиста, а в этом году 7 медалиста. Поздравительное напутствие от имени главы государства Рауля Хаджимба зачитал заместитель руководителя администрации президента Гиви Габния. Поздравляю вас с успешным преодолением важного жизненного рубежа, окончанием школы. Вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Вас ждут ваши первые самостоятельные решения и ответственные поступки. Сегодня вы полны сил и больших планов на будущее. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей страны. Несомненно одно, гарантом успешного развития нашего государства станет полученное вами достойное образование. Главное не останавливаться на достигнутом. Пусть выбранная вами профессия будет любимым делом и приносит вам настоящее удовольствие и большую пользу всему нашему обществу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед и отличных успехов во всех ваших начинаниях. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. По словам замминистра образования и науки, более ста выпускников школ Абхазии уже поступили в различные вузы Российской Федерации. А для тех, кто собирается поступить в АГУ и в средне-специальные учебные заведения, экзамены начнутся 8 июля. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...